Всем привет! Друзья мои, сегодня видео на мою любимую тему и сегодня я в очередной раз буду признаваться в любви интернет-магазину gilea.com.ua и в очередной раз, не знаю, в сотый, в миллионный, в какой, рассказывать, как мне нравятся их удобрения. Сейчас вы видите их больше, чем я привезла и сейчас, да, сейчас станет все понятно, почему здесь столько всего. Расскажу, кто у меня остался с прошлого раза. Было видео на эту тему, я рассказывала, кого купила и так далее. И, значит, с прошлого раза у меня остались вот эти две упаковочки. Это, тихо, доктор фоли для орхачек. Она у меня одна осталась, я уже беспокоилась. И доктор фоли, так, да, от болезней. Здесь неполная упаковочка и, тем не менее, этого осталось две. Вот я их показала и сейчас уберу, ну, хотя бы вот так пододвину. Так, стойте. И, также с прошлого раза у меня остались вот эти упаковки Мистер Цвет. Вот, раз, два, три и четыре. В прошлый раз я их, можно сказать, заказала впрок, потому что это была зима. И зимой я поливаю, то есть подкармливаю цветы реже. Их, разумеется, половиной нормы. Сейчас лето, начинаем активно подкармливать, начинается активный рост, цветов становится все больше, так что они все уйдут. И начинаем или продолжаем разговор. Да, скажу сразу, что интернет-магазин Gilea.com.ua работает только по Украине. Если вы встретите эти удобрения где-то еще, я имею в виду в других странах, потому что зрители моего канала живут в разных странах, то возьмите и не пожалеете. Хотя, у всех есть свои любимые удобрения. И именно, кстати, поэтому, когда меня спрашивают, а какое удобрение или какой препарат мне купить, я всегда отвечаю. Посмотрите, что есть в продаже в ваших магазинах, потому что по странам ассортимент немного отличается. А теперь, ну а теперь снова вернемся к интернет-магазину. Да, давайте о докторе Фолли. Разумеется, я снова взяла доктор Фолли. Именно о этом препарате для Орхачек я вам уже очень много рассказывала. Очень много было восторга. И так как у меня, как я вам показала, осталась одна бутылочка, то заказала еще две. На какое-то время хватит. О том, насколько хорошо он действует, действует, вы можете видеть и судить по моим цветущим Орхачкам. И, в принципе, я вам их показывала поближе и много раз. И сами делайте выводы. Мне очень нравится. Теперь, что заказала от вредителей, доктор Фолли от вредителей. Именно это удобрение я не брала ни разу, но так как мне очень нравится вся эта линия, то обязательно попробую. По крайней мере, в качестве, ну хотя бы профилактики, потому что пока что, слава богу, нигде никого не заметно. Вот это удобрение, именно стартер, сильный лист. В прошлый раз я также взяла на пробу одну упаковочку. Она, ой, она, как вы видите, больше. Если здесь 300 мл, то здесь 500. Я взяла один раз немного, ну не то, что сомневалась, не могла решить, надо мне это или нет. И когда увидела результат, то подумала, боже мой, почему я взяла так мало. Именно этим удобрением я подкармливала, вернее, приводила в себя, ой, как ее, арбифолию, колотея арбифолию, которую, единственный цветок, который купила в Уценке, ну полосатую с большими листьями. Это чтобы долго не вспоминали те, кто не ориентируется по сортам. И именно с этим удобрением она очень быстро, я так считаю, пришла в себя. В том числе, мало того, что всякие витамины и микроэлементы, то что же она такая тяжелая, витамины и микроэлементы здесь мне очень нравятся. Так, вот, вот этот пункт. Для профилактики лечения хлороза, в скобках, так, пятнистость, потемнение, вот, подсыхание краев листья. Именно подсыхание, то, что именно у этой орхочки случается очень часто, и это ее проблема. А вот с этим удобрением этой проблемы не было. Первый раз я тогда обошла все цветочки, побрызгала, и потом как глянула, а его осталось вот так. Думаю, так, стоп. В следующий раз, теперь, несмотря на то, что взяла две упаковки, буду им обрабатывать не всех, а те, кто в этом особенно нуждается, сам их нежный. Потому что на всех мне не хватит. Не хватит и все, иначе просто тут на три раза, и на этом все закончится. И в прошлый раз я вам показала, что взяла вот этот биогумус. Биогумус, именно для орхочек, ну, для орхочек и бромелиевых. Бромелиевых у меня нет, поэтому именно орхидеи. В принципе, биогумусом я пользовалась когда-то регулярно, потом забыла. Бывает. У меня такое бывает. И смотрела-смотрела на их сайте. Дело в том, что там есть минимальная закупка, то есть нужно делать заказ не меньше, чем на 200 гривен. Я подумала-подумала, почему бы и нет. И тогда купила вот это удобрение. Здесь объем довольно большой. Тоже тяжеленькая бутылочка. 570 миллилитров. И здесь написано, что нужно подкармливать именно в период активного роста. Но зимой цветы не сильно активно росли, поэтому оно у меня так сохранилось. И буквально незадолго до отъезда я начала им пользоваться. Подкормила один раз орхидеи и так как раствор навела и он оставался, подкормила душистый табак. Результат я вам показывала позавчера. Снимала видео. Подкормила веерную пальму. Один листик очень долго полностью был собран. Вот в таком виде. Ниде не помогали, ни стимуляторы, ничего. Хотя я прекрасно знаю, что пальмы очень любят органику. По крайней мере на своих пальмах я это наблюдала. Так подкормила пальму. Когда приехала, увидела, что этот листик начал раскрываться. Половина листика уже пошла таким маленьким веером. Конечно же, это очень обрадовало. И еще один цветок, которому также досталось разведенного раствора, это вот эта бегония. У нее листики маленькие и какое-то время я ее называла задохликом. Ну, не то, что они были совсем же, но списывала на горячую огромную батарею в зале. Но минеральные, только одни минеральные. Все-таки это не совсем сбалансировано и ей досталось это удобрение. По-моему, листики просто шикарные. Вы посмотрите, какие они стали бархатные. Не знаю, как передает фотоаппарат. По-моему, очень даже неплохо. И, разумеется, глядя на вот такую красоту. А вот это, да, это нижние задохлики, как я их назвала. Специально не обрезала, чтобы у вас была возможность сравнить. Вот такие или вот такие. Поэтому посмотрела-посмотрела и решила заказать еще биогумус. И заказала следующие. Ну, разумеется, для декоративных, для всех видов декоративно-лиственных. Но не могу я без них. Вы знаете, я их очень-очень люблю. Ну, нарисованы здесь кто? Монстера. Ой, Дефенбахи. Калатейка и немного, по-моему, Плектрантус, если не ошибаюсь. Здесь, в принципе, как и на них всех, сзади дана инструкция. Но имейте в виду, что эта инструкция, насколько я уже поняла, она несколько усредненная. Потому что на официальном сайте производителя, то есть производитель этих удобрений Гелея, и у них на сайте есть более подробная инструкция для каждого удобрения. Здесь написано, что... Так. О, тут и по-русски есть. Так, раствором поливать растение. Ой, как оно бликует. Ну, ладно, допустим, 3 колпачка на литр, или там сколько, 2. А на официальном сайте перечисляются виды растений. Например, для Монстера, ну, пусть будет Дефенбахи, сейчас дословно не помню. Там 3 колпачка на литр, для бегоний, полтора, для... В общем, по разным видам растений норма расхода разная. Конечно, не будет ничего плохого, если вы выполните... Вернее, наведете раствор именно этой концентрации. Но я вам от души советую заглянуть на официальный сайт производителя и следовать именно той наиболее полной развернутой инструкции. Так, да, под видео в инфобоксе я обязательно дам, разумеется, ссылку на этот сайт. Также взяла... Ну, на всякий случай. У меня парочку есть, которые цветут. Хотя я их тоже поливаю для удобрения для декоративно-лестеных. Взяла и универсальное для всех видов комнатных растений. Ну, что-то... О, наконец-то навелось. Ну, универсальное, значит, универсальное. Будем поливать всех подряд, то есть подкармливать всех подряд. Здесь, в принципе, тоже и колотейка, и ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так что будем кормить цвета детей. И, разумеется, разумеется, вы увидите, как они на это реагируют. Ну, и выполнила свою угрозу. Угрозу в хорошем смысле. Ну, наполовину. Наполовину угрозу, потому что я обещала в этом году посадить на балконе помидоры. Не знаю, может, еще что-то из того, что можно съесть. Но уже не маленькие, а что-то более-менее побольше. Потому как, конечно, всю зиму очень приятно. Очень вкусно было. Но они маленькие. Маленькие, и я их воспринимаю в основном как, можно сказать, цветы. Декоративное баловство. Ну, посмотрим. Да, и если вы помните, я спрашивала, а чем же их кормить? Потому что, ну, огородник из меня просто, прямо скажем, никакой. И я не знаю, чем подкармливать то, что впоследствии мы употребляем в пищу. Чтобы, ну, не то, что не отравиться. В общем, чтобы не вредно было. И поливала просто водой. Когда уже в самом конце, буквально недавно, мне сказали, что да удобряй же. Ну, хорошо, теперь я купила именно то, что, по идее, подойдет. И посмотрим на урожай этого года у меня также на балконе. Очень много наговорила, наверное. Но очень-очень люблю эти удобрения. И поэтому показываю вам, что покупаю. Рассказываю, где покупаю. И вы можете видеть результат на цветочках. На моих цветах. И, соответственно, решать, надо оно вам или не надо. Так, ну, в принципе, если так же задаете вопросы, что сколько стоит, я это редко помню. Приблизительно помню. Ферти-миксы. Это вот эта группа. Количество. 11,94. Ну, пусть будет 12 гривен. Дальше, что я покупала. Вот Доктор Фоли. Доктор Фоли по цене отличается. Также они отличаются по объему. Как я сказала, здесь, например, 300 миллилитров. Здесь 500. Поэтому цена также разная. И, да, еще взяла мох. Я его не принесла. Ну, ладно. Две упаковочки по пол-литра. И одна упаковочка стоит 6,95, но 7 гривен. И я выполнила необходимые условия, чтобы было не меньше 200 гривен. Конечно, я бы взяла больше, но больше я взяла, если бы мы ехали на машине. А понести все это в руках, оно, конечно, очень хорошее, но оно уже все-таки весит. Поэтому ограничилось. Ограничилось вот этим. И, надеюсь, вам пригодится информация из сегодняшнего видео. Особенно моим подписчикам, которые живут в Украине. Девочки, мальчики. Покупайте. Не пожалеете. Во всяком случае, ну, я еще ни разу не то, что не обожглась, а не разочаровалась. Хотя, повторюсь, у всех из нас есть свои любимые препараты, любимые удобрения, любимые, в общем, в общем, то, что нам нравится. Но, если хотите попробовать что-то новое, пожалуйста, думаю, останетесь довольны. На этом, на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения. И, конечно же, здоровья вашим зеленым друзьям. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...